Бронзовая медаль Таньян и три мушкетёра Ш projections Бронзовая медаль Гов-гав-гав-гав-гав Их верность смог не раз король Гов-гав-гав-гав-гав-гав-гав Гов-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав Не позабыли Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав Что зло отважно Побеждать их роль Должен один стать за всех Принципом не изменяем Все мы готовы От слов к делу впереди Шуткой опасности Мы весело встречаем Дружбы такой, как у нас Милее найти Другу на помощь придем По-другому жить не стоит Будет быть может тогда Меньше зла вокруг Должен один стать за всех Мушкетеров трое И мушкетер Д'Артаньян Преданный их друг Серия двадцать первая Кораблекрушение В предыдущей серии Храбрый Д'Артаньян и его друг Мышонок Пом Пытались захватить известного Кровожадного пирата по прозвищу Синий Соком Хотя Д'Артаньяну помогали его друзья Мушкетеры Атос, Портос и Арамис Синему Соколу с его бандой удалось скрыться Теперь он снова безнаказанно может Плавать по морям Продолжая нападать на мирных граждан Грабить корабли Похищать женщин и детей Требуя с их родных Большие выкупы Король, Луи Тринадцатый И капитан королевских мушкетеров Месье Д'Атревиль Решили положить конец этим преступлениям Как раз сейчас Д'Артаньян и трое его друзей Атос, Портос и Арамис Получают задание Разыскать и схватить Синего Сокола Хотя Д'Артаньян до сих пор не оправился От предыдущей схватки с пиратом Он тем не менее воспрянул духом И отправился В дальний путь На этот раз, клянусь, Синий Сокол никуда от меня не денется Я осеплю его, как курицу Пусть только попадется мне Рад слышать Ты смелый парень Я помогу тебе Сначала я накину на него веревку А потом отдам в твое распоряжение Дергай перья, сколько захочешь Звучит неплохо Но для начала Сокола нужно найти Но где он? Говорят, его видели у побережья Испании Точно, где-то в Средиземном море Я тоже об этом слышал Возможно, он прячется где-нибудь на островах Чтобы найти его, понадобится много времени А мы никуда не спешим Я давно мечтал отдохнуть на море Это не развлекательная прогулка Все равно это интересно Мы увидим другие страны И сможем направить корабль куда захотим Ведь он будет в нашем распоряжении О, звучит заманчиво А на корабле есть музыкальные инструменты? Думаю, там найдется гитара А при чем здесь музыка? Я обожаю петь под аккомпанемент Правда? Я не знал А в это время могущественный кардинал Ришелье обсуждал со своими помощниками, как помешать мушкетерам Монсеньор, король приказал мушкетерам схватить синего сокола Знаю, но не могу отменить приказ короля Но король не будет против Если я отправлюсь в путешествие Да, граф, вы выглядите уставшим Морское путешествие пойдет вам на пользу Да, отлично Отправляйтесь в путешествие немедленно Д'Артаньян и его друзья прибыли в порт, где их ожидал корабль Им предстояло многое сделать, чтобы подготовить корабль к длительному путешествию Нужно было запастись водой и продовольствием, чтобы их хватило на все плавание Необходимо было подготовить снаряжение корабля, а также оружие и амуницию Поскольку Синий Сокол без боя не сдастся Д'Артаньян! Здравствуй! Это тебе и твоим друзьям Спасибо! Береги себя! В компании своих друзей я в безопасности О, что ты уже вспомнился, что за молчей ПОДПИШИСЬ! 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 А-а-а-а! ПОДПИШИСЬ! 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 Никем не замечена Эмиледи, она же, графиня Винтер, наблюдала за ними с берега. Ненавижу тебя, Д'Артаньян. Клянусь, что в этот раз я расправлюсь с тобой. ГЛАС PVSHИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Возвращайтесь. Мы скоро вернёмся, до свидания, пока! Д'Артаньян и его друзья отправились в плавание к далёким островам, в Средиземноморье. Наши герои уверены в победе и радостно смотрят Будущее будет не просто поймать синего сокола, но они преисполнены решимостью очистить моря от этого пирата. Но что это? За ними следует еще один корабль. Из трюма раздаются какие-то странные звуки. Что? Мне кажется, там кто-то прячется, мсье. Невозможно. Кто же это? Сейчас я убью его. Нет, постойте, это же я. Уиндермер, откуда вы? Простите, граф Рашфор, пожалуйста, разрешите мне. Что именно? Позвольте сопровождать вас. Вставай, идем со мной. Мне можно остаться? К сожалению, у меня нет выбора. Что с тобой? Если ты подведешь меня, то я скормлю тебя акулам. Я тебя предупредил. Эй, что ты натворил? Я не виноват. Просто я тяжелый. Ты мне надоел. Помоги мне. Давай, полкай сильнее. Тем временем на корабле мушкетеров заметили, что за ними плывет еще один корабль. Но Д'Артаньян и его друзья не знают, кто и зачем их преследует. Какой странный корабль. Мне кажется, он идет за нами от самого порта. Д'Артаньян, как ты думаешь, он преследует нас или нет? Пожалуй. Эй, как ваши дела? Привет, Атос. Мне кажется, этот корабль следит за нами. Хм, посмотрим. Странно. На борту никого нет. Можно мне? Должен же там кто-нибудь быть, а? Привет. Помог, ты так напугал меня. Прости, пожалуйста. Можно? Да. О, нет. Что? Я везу распора. А-а-а-а. Почему они плывут за нами? Им нужно то же, что и нам. А-а-а. Им нужен синий сокол. Да, видимо, их послал кардинал. Дай сюда трубу. Эй, вы на корабле. Поворачивай назад, а то отправим вас на корм рыбам. Заль не слышат. Почему же, Пом? Потому что, если бы услышали, то повернули бы назад. Что же делать? Они могут найти синего сокола. Думаю, нужно потопить их корабль. Потопить? Мы в открытом море. Свидетелей не будет. Хм. Хороший план, Уиндермер. Командуй. Будет исполнено. Эй, что это? Как известно, не стоит шутить с разбушевавшейся стихией. На море разыгрался шторм, который может превратить путешествие наших героев в ужасный кошмар. О, тайфун. По-моему, начинается шторм. Заткрипит, такилаш. А я как-то расслабился. Убрать паруса. Заграй, трубы. Сейчас не время пить. Вот так. Живо, наванты. Давай, быстро. Добраться, хнижевать. Убирай. 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 А ну, срочно уберите паруса. А теперь спускайтесь в трюм. Живо. Уиндермер, в трюм. Убирай. Убирай паруса. Траньки. Убирай. 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 Подождите меня. Это не просто шторм, а тайфун, сметающий все на своем пути. Он швыряет корабли с такой силой, что они могут рассыпаться на части. О, отзадись ты где? Я здесь. О, отцепись. Убери руки. Нет, мой господин, умоляю вас, нет. Нет, мой господин, умоляю вас, нет. Кажется, сама природа ополчилась против моряков, потому что ужасный шторм усиливался с каждым мгновением. В какой-то момент корабль получил сокрушительный удар. Его накрыло огромной волной, которая смыла за борт всех, кто был на палубе. Ураганный ветер и бушующее море бросали корабль из стороны в сторону, как щепку. Наконец, шторм закончился, и море успокоилось. На поверхности моря остались жалкие обломки корабля. Где я? Куда ты? Проснись, а? Гулять. Будь осторожен. Эй! Пойдем ты? Эй! Вода! Успокойся, я рядом. Я думал, мы погибнем. А где Атос, Арамис и Портос? Странно. А ты их не видишь? Нет. Шторм закончился, но на море спустился густой туман. Что это? В тумане, как привидение, возник огромный корабль. Там корабль! Ты прав, Дартамьян. Я надеюсь, это не корабль Рашфора. Эй, мы здесь! На помощь! Помогите! Хм, ты знаешь, он совсем не похож на корабль Рашфора. Где все? Куда они пропали? Я никого не вижу. Корабль плывет сам по себе. Не глупи, кто-то же должен им управлять. Пом, я все понял. Что ты понял, Дартамьян? Это призрак. А? Корабль-призрак? Не бойся. Вперед, Пом. Вперед. Вперед. Никого, Синьки, нет. Должен признать, для бросного корабля он неплохо сохранился. Знаешь, тут какая-то странная дверь. Почему? Она живая. Глупости, Пом. Может, сам посмотреть. Откройся. Видел? Ага. Откройся и замри. Ясно? Ну, спасибо, детка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эй, я же сказал, замри. Не зли меня, а то пузылеешь. Я такой же упрямый, как и ты. Молодчина. Ай-яй-яй. 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 Где ты, Пом? Отзовись. Эй, Пом. Странно. Никого нет, а свечи горят. Пом, ты где? Ух. Хм. Хм. Дарсаньян. Дарсаньян. Его никогда нет, когда он нужен. Хм. Ай. Эй, Пом. Где ты там? Ой-ой-ой-ой. Что за ерунда? Не могу найти своего друга. А-а-а. Эм. О. О. Пом, как ты? Привет. Думаю, здесь творится что-то неладное. А? Свечи гаснут и зажигаются. Я никогда такого не видел. Может, мы спим, и нам все это снится? А-а-а. Что? А-а-а. 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 Добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома. Мы вам рады. Надеюсь, вам у нас понравится. А-а-а. 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 Дохляк. Кто-то нас пугает. И этот кто-то привидение. Мы тебя не боимся. Что тебе нужно? Давай встретимся лицом к лицу и увидим, кто сильнее. А-а-а. 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 Это кто? Какие-то ходячие покровава. А-а-а. 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 Прекратите. Слышите? А-а-а. Так это вы, миледи? Да, я. Та, которую ты так оскорбил. Вы хотите отомстить? Я тебя уничтожу. Хе-хе-хе-хе. Твое время вышло. А-а-а. 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 Ладно, сами напросились. Нападайте. А-а-а. 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 Тя-я-я. А-а-а. Слышите. О, не понравилось? А-а-а. Ах так. А-а-а. Не очень-то вы смелые. Получи! Пока Дертаньян и Пом сражаются с врагами, Миледи под Покровом Темноты осуществляет последнюю часть своего дьявольского плана. Уходим! Хм, почему они сбежали, а? Бежим! Эй, стойте, негодяи! Я дарю вам этот корабль. Он вот-вот пойдет ко дну. Вам не спастись. Эй, посмотри туда. Господи, это порох. Прыгай! Ой-ой-ой! Бон-бон-бон! Ой-ой! Они избежали гибели при взрыве корабля, но снова оказались в сложной ситуации Им долго не протянуть в открытом море без пищи и воды Мы наверняка умрем от голода и зазды Не унывай, вот увидишь, мы выберемся из этой переделки Счастью, море спокойно Но пока Д'Артаньян глядывается вдаль, солнце в небе нещадно палит Как зарко, меня мысит зазда Смогут ли наши друзья Д'Артаньян и Помы сбежать скорой смерти? Найдут ли они выход из создавшейся ситуации? Ну что это? Не может быть Да, это остров Смотри-ка Эй! Мы спасены, Д'Артаньян Течение несет нас прямо к острову Сама природа заботится о нас Ура! Эй, греби быстрее! Измотанные и обессиленные Д'Артаньян и Помы Из последних сил доплыли до суши и выбрались из воды на берег Готовые плечом к плечу встретить любую опасность Ведь все мы знаем девиз мушкетеров Один за всех И все за одного! В следующей серии Д'Артаньян и Помы отправляются в джунгли Очень скоро наши друзья понимают, какая опасность им грозит Они окружены дикими голодными животными Правда, одно из них оказалось дружелюбным Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова